лишний человек в романе евгений онегин александра сергеевича пушкина александру сергеевичу пушкина удивительным образом удалось объединить два литературных жанра роман и стихотворение в произведении евгений онегин отобразившим уклад дворянского общества в первой половине 19 века главным героем романа выступает беспечный молодой дворянин евгений онегин по одной из версий персонаж стал типичным образом лишнего человека в литературе безупречное воспитание высшее образование непринужденные манеры герой успешно реализовал светском обществе превосходный вкус к моде искусное умение поддержать беседу наличие собственного литературного стиля во всех сферах он достиг высот единственным его недостатком была неспособность к созданию искренних отношений онегин массу времени посвящал выходу в свет балам изо дня в день возвращаясь домой к утру он не отличался осознанностью не имел поставленных целей и полезных увлечений и просто прожигал свою жизнь время препровождения было однообразным до тех пор пока он не получил имение и двор крестьян в наследство из положительных качеств онегина можно выделить его сочувствие к нелегкой жизни крестьян он заменил барщину оброком вследствие чего прослыл опасным чудаком среди соседей некоторое время спустя в деревню прибывает не менее привлекательный господин с хорошим образованием и увлечением литературой ленский несмотря на отличия в характерах и мировоззрении они с евгением подружились восприимчивость к настроению окружающих романтичность и вера в настоящую любовь таковы были отличительные черты ленского онегин человек начисто отказавшийся от отношений спасался от столичной скуки на лоне деревенской жизни он не планирует будущего сторониться серьезных разговоров ограничивая себя общением с другом но вследствие разыгравшегося между ленским и онегином конфликтом друг гибнет на дуэли еще один персонаж ощущающий себя лишним человеком в обществе является татьяна замкнутая печальная она выглядела отчужденной даже в кругу своей семьи в отличие от онегина она была способна на искренние чувства поэтому могла бы стать его верной спутницей и вдохновительницей но так как евгений избрал для себя путь вечного эгоцентричного холостяка то ответил ей отказом во взаимности в дальнейшем онегин осознал свою ошибку о которой очень сожалел смерть ленского побудила онегина задуматься о том что могло бы сделать его счастливым он размышляет о долге и счастье собственном смысле жизни о проблеме мечты и реальности свободы выбора и справедливости в пушкинском романе главный герой так и остается лишним человеком непринятым обществом таким образом произведение делает своеобразный вклад в развитие человека посредством осознания перечисленных проблем на примере онегина и размышлением над системой ценностей своих и навязанных обществом если вам понравилось видео то ставьте лайк и подписывайтесь на канал а еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео